Всем привет, это Андрей Турцевич. Сегодня я с важной, животрепещущей темой о том, как загружать изображения, созданные с использованием генеративных технологий искусственного интеллекта, на фотостоки. Новые нейросети, такие как DALI-2, Midjourney, Stable Diffusion, в состоянии генерировать изображения высокого профессионального качества, причем делать это за считанные минуты. А, как известно, на стоках ключевую роль играет количество в сочетании с качеством контента. Вокруг этой темы скрестились шпаги, ведется много споров. Началась настоящая антиискусственно-интеллектная революция. Вы можете, например, увидеть на ArtStation большое количество аккаунтов, которые выставили в знак протеста использования искусственного интеллекта, картинку нет и вместо своих работ. Настолько художников задевает тот факт, что современный искусственный интеллект в состоянии генерировать в похожем стиле изображения, причем делать это значительно более короткие сроки. Вместе с тем научно-техническую революцию не остановишь. И то, что сейчас происходит, меняет правила на рынке. И под эти правила нужно подстраиваться. Эти правила открывают возможности для новой категории специалистов в области фотобанков, которые умели бы создавать правильные подсказки для искусственного интеллекта, для генерации изображений, имели бы достаточную фантазию, знали бы композицию и умели бы работать с светом, обладали бы способностью предвидеть тенденции и, используя искусственный интеллект, генерировали бы большое количество изображений, востребованных на рынке. Почему бы и нет? Вместе с тем вопрос авторского права очень остро стоит, и здесь разные фотобанки по-разному на это реагируют. Возьмем, допустим, три таких крупных фотобанка, как Getty Images, Shutterstock и Adobe Stock. У них у всех разное отношение к использованию контента, сгенерированного с помощью ИИ. Причем, если взять Getty Images и Adobe, то эти фотобанки продемонстрировали противоположное отношение к теме. Getty Images заявили, что не допустят контент, сгенерированный искусственным интеллектом, ни в каком виде на свои ресурсы. А Adobe Stock недавно объявили официально о том, что принимают ИИ контент, более того, сформировали разумные, достаточно понятные для аудитории правила, которые бы давали возможность ваш контент задействовать в активной работе с бизнес-клиентами. Логично в нашем сегодняшнем обзоре, как работать с ИИ контентом на фотостоках, именно ориентироваться и опираться на подходы Adobe, потому что они задают определенный стандарт. Это сложно, конечно, потому что развивается тема невероятно быстро, но все же молодцы. Adobe – это же не просто владелец фотобанка большого, это компания с потрясающей историей, которая разрабатывает лучшие приложения для дизайна, графики, иллюстрации, фотографий, и при этом постоянно, уже на протяжении многих лет, использует технологии искусственного интеллекта, такие как Adobe Sensei. И еще необходимо сказать о позиции Shutterstock. Они принимают ИИ контент, берут его, размещают на своих страницах, сказали, что все нормально, мы к этому нормально относимся, если не нарушаются авторские права, то без проблем. Они заявили новую стратегию, согласно которой в ближайшее время контент, сгенерированный ИИ, появится на Shutterstock. Причем, скорее всего, этот контент будет вообще сгенерирован без людей. Речь идет о сотрудничестве с OpenAI, одной из крупнейших фирм, занимающихся сейчас созданием нейросетей, работающих с изображениями, их самый известный продукт в этой сфере, DALI. To OpenAI с первых дней старалась идти в разрезе соблюдения авторского права. Она использовала изображения Shutterstock, купив их, я так понимаю, для тренировки своих моделей. Поэтому не придерешься, эти изображения, авторы подписывают разрешение на их использование, они были взяты с ресурсов, и вот это сотрудничество продолжается. Однако тут, ребята, такой момент, что, скорее всего, в этом плане Shutterstock будет работать без нашего участия. Люди, авторы здесь не понадобятся. Поэтому наиболее интересное здесь решение, это решение от Adobe, и, безусловно, еще десятки фотобанков, которые открыты для того, чтобы начинать работать с контентом, сгенерированным искусственным интеллектом. Тут еще нужно понимать такую вещь. Если вы создали изображение, которое востребовано на рынке, не нарушает ничьих авторских прав, качественное, то мало кого интересует, каким способом оно получено. Либо вы сидели неделю, рисовали в Adobe Illustrator, или вы сгенерировали с помощью Stable Diffusion это изображение с правильной подсказкой за несколько секунд. Разницы нет. Если вы удовлетворяете требования фотобанка, не нарушаете ничьих авторских прав, то вам дорога открыта. Это нужно понимать. Поэтому мало кто может запретить, по большому счету, предоставлять такие изображения. Безусловно, разработчики стараются сейчас неким образом отделить подобное изображение от общей массы, встраивая специальные защиты, определенные паттерны, коды в изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, так, чтобы те, кто ими пользуется, могли бы сразу определить, какого типа этот контент. Это важный момент. И здесь новая стратегия Adobe, ориентированная на прием изображений сгенерированных ИИ, тоже во многом создана для того, чтобы взять под контроль и разделить изображения, созданные человеком, и изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта. Поэтому обязательным условием загрузки изображений на Adobe Stock является пометка, которую вы помещаете в сопровождающую информацию вашего изображения. До определенного момента люди просто генерировали изображения и загружали их на Adobe Stock. И действующие авторы, такие как я, могут подтвердить это, потому что мы видим, что сейчас в портфелях, видимых в рамках соревнования, начинают выходить в лидеры, содержащие изображения на базе АИ и пока не помечены. Важный момент начать разделять, где же все-таки контент сгенерированный человеком и где контент сгенерированной машиной. Однако все-таки модификация изображения, обработка, использование изображения, сгенерированное искусственным интеллектом в качестве отправной точки, в качестве вдохновения, разработки цветовой гаммы, различных проб, которые активно используются для композиционных решений сейчас, предполагает то, что после этого изображение, которое будет создавать автор, модифицируется и вряд ли удастся создать такую систему, которая позволит в конечном итоге определить, что же какие изначально инструменты стояли за тем или иным коммерческим стоковым изображением. Эта речь, безусловно, идет о профессионалах, о людях, которые давно работают и понимают все нюансы. Эта технология будет постепенно совершенствоваться, очищаться от изображений, которые создаются с нарушением авторского права, и у нас в ближайшее время произойдет достаточно сильное смещение рынка в сторону контента, содержащего или полностью сгенерированного на базе искусственного интеллекта. Так что здесь, друзья, просто даже если вы хотите стоять в стороне, не получится настолько это быстро. Сейчас технология развивается. Adobe не просто дают зеленый свет использованию изображений, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта. Они в определенном смысле своим заявлением подтверждают, что готовы промоутировать эти изображения для клиентов. Это важный момент. Нужно понимать, что если вы загружаете изображения на крупный фотобанк, и по каким-то причинам, даже если вы грузите много, большое количество картинок, по каким-то причинам фотобанк считает их недостойными добавление на специальные страницы, в промо-материалы, в каталоги, у вас не будет заметного прироста в продажах, даже если вы будете увеличивать число изображений. А это сейчас важно, и это помогает сделать технологии искусственного интеллекта. Она позволяет быстро и качественно реализовать задачу. Поэтому давайте ориентироваться на требования Adobe Stock. Для того, чтобы подготовить наше изображение правильно для фотобанка загрузить их и начать получать с ними коммерческий результат. Давайте теперь перейдем к более подробному описанию, что же необходимо сделать и какие условия соблюсти для того, чтобы подать изображения, сгенерированные искусственным интеллектом на Adobe Stock. Все аспекты этого процесса можно разделить условно на три составляющие. Первое. Что можно и что нельзя. Второе. Технические требования. И третье. Как правильно подавать и подписывать изображения, сгенерированные искусственным интеллектом. Начнем с хорошего. Что же можно? Можно подавать изображения красивых пейзажей, персонажей, созданных вами, портреты необычных героев, изображения, объединяющие в себе различные стилистические решения, модные, современные, необычные, фантастические картины городов будущего, абстрактные картины, выдуманные пейзажи, концепты, созданные с использованием различных комбинаций объектов. Одним словом, многое из того, что похоже на классический контент, можно подавать и в категории сгенерированных с помощью AI изображений. Чего же нельзя делать? Нельзя показывать узнаваемых людей, тем более знаменитостей, узнаваемые объекты собственности, узнаваемые панорамы и пейзажи. То есть, сделать, сгенерировать панораму Парижа и отправить ее не получится на Айдо Бестов. Возможно, только выдуманный город, если вы захотите сделать. Если вы подаете изображение человека, то это должен быть какой-то выдуманный персонаж, либо, если этот человек на кого-то похож, от него должно прилагаться разрешение модели. Предполагается, что в большинстве случаев искусственный интеллект генерирует выдуманных персонажей, поэтому такие изображения и нужно подавать. Никаких знаменитостей, никаких изображений торговых марок, коммерческих продуктов присутствовать не должно. Нельзя также в лоб копировать чужие стили, обводить по контуру изображения, которые уже существуют, даже если вы там налагаете на него другой тип раскраски. Это перекликается с теми правилами, которые действуют и для классического контента. Изображение должно быть вашим авторским. Это важный момент. И сам по себе инструмент является промежуточным звеном в создании изображения. Это нужно хорошо понимать. В конечном итоге мало кого интересует, как это создавалось. Качество, содержимое должно быть одинаково, оно должно производить впечатление, быть востребовано рынком, не содержать каких-то зарегистрированных, лицензированных элементов, которые бы помешали его коммерческому распространению. Если все соблюдается, изображение можно отправлять. Теперь, что касается технических моментов. Они тоже во многом перекликаются со стандартными требованиями Adobe Stock. Есть определенный размер файла, который нужно соблюсти. Нельзя отправлять изображение меньше 4 мегапикселов. Значит, вы должны выполнить это правило и для контента, сгенерированного с помощью искусственного интеллекта. Нельзя подавать изображение, которое было бы сильно потянуто и видно было бы, что это изображение каким-то образом масштабировалось искусственным способом. Такое правило всегда действовало в Adobe Stock и оно передается на изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта. То есть, качество вашей картинки, независимо от того, что там можно сказать, что искусственный интеллект еще не до конца в состоянии генерировать такого уровня картинку, как нужно, это никого не волнует. Вы должны подать изображение, которое бы по уровню своему не отличалось от классического. Если получается, милости просим, теперь ваши изображения будут приниматься в коллекции, будут в общих каталогах, если они правильно поданы, демонстрироваться коммерческим клиентам и получат шансы для продажи. Стоит этим воспользоваться. Я акцентирую внимание на моменте, связанном с масштабированием изображения, потому что это, возможно, будет в ближайшие месяцы больной темой с генеративными моделями, такими как Stable Diffusion, где базовое разрешение это 512 на 512 пикселов для модели 1,4 и 1,5 и 768 пикселов для модели 2 и 2,1. Следовательно, каким-то образом вам понадобится это изображение масштабировать и, возможно, если вы будете задействовать какие-то инструменты масштабирования несовершенные, то у вас картинка будет в конечном итоге недостаточно высокого качества. В этом плане есть отличная практическая рекомендация, которая действует и для контента сгенерированного ИИ, которая заключается в том, что перед подачей вам необходимо проверить контент при увеличении 100% и 200%. Именно при этом увеличении его проверяют кураторы стоков и если при этом увеличении изображение не производит впечатления масштабированного, потянутого, не видны какие-то отдельные артефакты именно на этом увеличении, значит, оно подготовлено правильно. Может быть хорошая картинка, но при 100% начинают вылазить всякие моменты, разблюренные участки, артефакты JPEG, значит, картинка подготовлена некорректно, недостаточно качественно и ее необходимо переделать, обработав начальное изображение. И третий аспект это как правильно подавать такие изображения. Во-первых, все изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, подаются как иллюстрации. Даже если у вас фотореалистичный, с очень похожими на фотографию деталями, с боке-эффектом на заднем плане, объект все равно мы подаем его, помечая как иллюстрация. Фотографией он уже не может быть. Предполагается, что фотография это что-то созданное с помощью фотографической камеры. Даже если у вас реалистичный портрет человека и сейчас модели искусственного интеллекта могут даже зерно фотографическое эмулировать, все равно этот файл необходимо пометить как иллюстрация. Далее, я об этом уже говорил, еще раз повторю, это должны быть абстрактные объекты. Если вы подаете портрет, то портрет должен быть какого-то вымышленного персонажа. Если вы подаете изображение пейзажное, это должен быть абстрактный пейзаж без указания названия какого-то конкретного города в вашем описании. Во-вторых, в названии изображения обязательно должно присутствовать словосочетание generative AI. Допустим, beautiful landscape with river and sunset comma generative AI. Или такой вариант. Portrait of futuristic hero woman with pink hair in red hat comma generative AI. Все названия пишутся по-английски, поэтому я приводил на английском языке. По-русски это будет звучать красивый пейзаж с рекой на закате запятая генеративный ИИ. Футуристичный портрет девушки с розовыми волосами в красной шляпе генеративный ИИ. В-третьих, в ключевых словах обязательно должно теперь для любого изображения сгенерированного с помощью искусственного интеллекта присутствовать три ключевых слова. Первое generative, второе AI и третье словосочетание generative AI. Вы всегда это вписываете для любого контента сгенерированного искусственным интеллектом. Что подпадает под такой контент? Все, что сгенерировано с помощью нейросетей text to image и производных от этих изображений. Допустим, если изображение сгенерировано в Меджорни, его необходимо помечать как generative AI. Если вы используете DALE 2 Stable Diffusion, эти изображения необходимо помечать как сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. А вот использование технологии Adobe Sensei, активно задействованный в Photoshop для заливки с учетом содержимого, нейрофильтров в Photoshop, таких технологий, как Tapas Gigapixel и Tapas DeNoise для увеличения и масштабирования изображений, не предполагает добавления в описание, что изображение создано с помощью искусственного интеллекта. Технологии ИИ активно задействуем для создания изображений. Это не значит, что все изображения, где теперь эти техники применяются, должны идентифицироваться как Generative AI. Однако, если при создании изображений все-таки технологии машинного обучения задействованы, то такое изображение необходимо пометить правильным образом. Для вас это важно, потому что дает вам шанс заработать. Очень много зависит от того, насколько дальше маркетинговая группа, продавцы из Adobe Stock будут продвигать этот контент. И его важно правильно пометить, для того, чтобы они добавили это в специальные каталоги, на веб-странице, предоставляемые клиентом, в электронные рассылки и так далее и тому подобное. Еще несколько моментов, связанных с подготовкой контента. В названии, ключевых словах, описании контента не должно присутствовать технических характеристик, подсказок, которые вы задействовали при генерировании контента. Названий модели, которые задействованы были при генерации контента. Также вы не должны указывать названия городов, имена узнаваемых персон и так далее и тому подобное. Надо понимать, что вся ответственность за соблюдение авторских прав, как и во всех фотобанках, как и в классическом стиле, при работе с ИИ с генерированным контентом ложится на автора. Новое при подаче контента портретного, чего раньше не было, то, что сейчас любое изображение портретное, которое содержит достаточно реалистичный портрет человека, даже если вы его подпишите как выдуманная личность, сгенерированная ИИ, должен сопровождаться релизом, обратите внимание, собственности. И это серьезная подвижка со стороны Adobe Stock, потому что раньше, если вы подавали подобное изображение, и у вас там был человек, который, в принципе, может быть на кого-то похож, все, от вас обязательно требовалось разрешение модели. Сейчас вы можете снабдить такое изображение подписью, сгенерированным искусственным интеллектом, и снабдить его стандартным разрешением собственника. И, в принципе, это правило, оно распространяется и на реальных моделях. Если вы работаете с моделью, и вы договорились с ней и получили от нее разрешение модели, то вы, в принципе, можете генерировать контент, который был бы похож. В этом плане вы можете указать это в вашем описании и снабдить сгенерированный и портрет релизом не только собственности, но и релизом модели. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск. Вы поставите лайк этому ролику, потому что я рассказал о вещах, которые сейчас в уме практически у всех коммерческих авторов. Вы просто вдумайтесь, какие возможности открывает система генерации изображений в плане создания высококлассного контента в больших количествах. Один стоковый автор может обеспечить объемы целой студии, но для этого у вас должно быть правильное понимание ситуации, умение качественно, без нарушения чьих-либо авторских прав, художественно и технически реализовать замысел. И сегодняшний выпуск наверняка поможет вам быстрее добиться результата. Итак, если видео понравилось, ставьте лайк, поддерживайте, обязательно комментируйте, пишите, что вы думаете по поводу всего, что сейчас происходит в области иллюстрации и фотографии. И если вы этого еще не сделали, обязательно подписывайтесь на канал ATDigit, продолжение следует. Спасибо за субтитры Алексею Субтитры Алексею Субтитры Алексею Субтитры Алексею